Всем привет, друзья, с вами Ишхан. Это второй выпуск программы Репаты, и сегодня я собираюсь взять интервью у Сивана Кабакяна, который возглавляет фонд Birthright Armenia, благодаря которому армяне-диаспоры могут приехать в Армению и интегрироваться в ее жизнь. Сиван Кабакян переехал в Армению из Лос-Анджелеса и возглавил Birthright Armenia. Это программа, которая позволяет молодым армянам в диаспоре вернуться к своим корням путем участия в волонтерских программах в Армении. То есть, простыми словами, если у вас есть армянские корни, вам от 21 до 32 лет, то вы можете приехать в Армению за счет организации и поработать на волонтерских основах в той области, в которой вы захотите. Также вы будете жить в местной семье. Таким образом, участник программы более тесно интегрируется в общество, нежели он просто приехал бы как турист, посетил пару достопримечательностей и уехал бы. Помимо волонтерства, участникам доступны экскурсии и уроки армянского языка. Все подробности об условиях программы вы можете найти на их официальном сайте. Господин Кабакян, сначала хочу узнать немного о вашей личной истории. Как вы решили переехать в Армению? Спасибо, Ишхан, за возможность выступить у тебя на канале. В первой части своей жизни я прожил в Бейруте, Ливан, где родился. Потом, во время гражданской войны, мы переехали в США, город Лос-Анджелес. Там я закончил университет, затем работал в компании Боинг, занимался проектированием самолетов. Я очень люблю эту сферу. Следующий этап был переезд в Армению в 2006 году. Мы живем здесь с семьей уже около 15 лет. Можете, пожалуйста, вспомнить свои первые впечатления о жизни здесь и как они отличались от ваших представлений до переезда? До нашего переезда в 2006 году я уже несколько раз был в Армении. Первый раз был в далеком 1978 году, во времена советской Армении. Эти посещения сделали для меня Армению более реальной. Я всегда себя спрашивал, что такое реальность в Армении. Люди часто спрашивают этот вопрос. Но, например, когда человек переезжает в Сидней, его часто не спрашивают. Что ты думал об Австралии до переезда, и как оно там на самом деле? Было представление, что жизнь в Армении не такая красивая, как ты представляешь. Я понимал, что будут попадаться испытания. Наши отношения с Арменией не возникли за один день. Это был процесс длиною в жизнь. Следовательно, с таким подходом у тебя есть очень мало шансов для шока или изменения отношений к ситуации в Армении. Ты принимаешь страну как целостность. Нельзя делить ее на черное и белое. Конечно, для меня были неприемлемые вещи, но я относился к этому с пониманием. Нельзя говорить, она хорошая или плохая. И так с любой страной. Россия, США, Австралия и так далее. Если люди смотрят на страну как на черное или белое, это обречено на провал. Потому что любая страна должна пройти свой путь развития, столкнуться со своими проблемами. Успешные страны справляются с ними. У них есть видение будущего. Я всегда хотел, чтобы Армения была такой страной. Мы верим в нее. И это не слепая любовь, у которой нет ничего общего с реальностью. Ты должен уважать все препятствия, ошибки, сложности, так же, как и плюсы, быть позитивным и конструктивным. Что случилось после вашего переезда, и как вы решили работать с Birthright Армения? До переезда я уже знал, что буду работать здесь. За последние 16 лет мы сделали большой шаг вперед, как организация. Изначально волонтеры приезжали только на лето, но сейчас уже на более долгий период. Люди иногда спрашивают, не устал ли я от этой работы. Я отвечаю, что нет, потому что работа с новыми людьми со всего мира, это всегда новый опыт. Можете рассказать о результатах, которые достигла организация на сегодняшний день? Сейчас мы базируемся в Ереване. Также у нас есть офис в Гюмри. Наши волонтеры прибывают постоянно, в любое время года. Они работают в Арцахе, Капане, Горисе, Дилижане и других городах. В процессе программы они имеют возможность поменять свое место пребывания. Чем больше ты видишь и общаешься, тем больше ты узнаешь Армению. В 2006 году первые волонтеры приезжали всего лишь на два месяца. В прошлом году среднее время пребывания волонтеров было четыре месяца. Это очень важно, потому что многие люди приезжают в Армению только летом. Смотрят летние достопримечательности, радуются солнцу. Но чтобы понять жизнь в Армении, нужно также прожить и холодную зиму, когда выглядит все по-другому. Мы также всем советуем жить в принимающей семье. Связь с местными жителями очень важна. Но каждый выбирает те условия, которые для них более приемлемы. Мы очень гибки к решениям наших волонтеров. У нас есть база из тысячи потенциальных мест для работы. Все зависит от специальности участника. Архитектура, дизайн, здравоохранение, образование, IT и другие сферы. Наша цель — дать не двухмесячный летний опыт, а мотивировать людей создать долгосрочные отношения с Арменией. Как программа заканчивается, мы не говорим участникам «пока, живи своей жизнью». Мы спрашиваем, как мы можем тебя поддержать, работать с тобой. На данный момент у нас более двух тысяч выпускников. В Израиле есть аналогичная программа «Birthright Israel». И длится всего около десяти дней. Ее цель — познакомить со страной. Ваш же проект, на мой взгляд, имеет более глубокую и долгосрочную цель. У вас есть статистика, сколько участников остаются в Армении после окончания программы? Как я уже сказал, у нас более двух тысяч выпускников. Из них около двухсот человек сейчас живут в Армении. Это около десяти процентов. Данный показатель намного больше, если сравнивать его с общим показателем по диаспоре. Также важно понять, сколько людей в целом имеют отношения с Арменией. Потому что можно жить за границей, но активно помогать. Физический переезд в Армению — это, конечно, один из важных шагов к достижению этих отношений. Я посмотрел ваш YouTube-канал, в котором много личных историй волонтеров. Люди приезжают из разных стран, с разным культурным бэкграундом, личным опытом. Расскажите историю, которая больше всего вас поразила при общении с участниками. Это тема для отдельного разговора. 30% наших участников изначально не знают армянского языка. И это необязательное требование для участия. Мы видели очень много ребят, которые выучили язык на неплохом уровне за несколько месяцев. Помню одну историю. Около 10 лет назад я и двое волонтеров, один из США, второй из Франции, ехали в такси. Это был для них четвертый месяц в Армении. До этого они абсолютно не знали армянский. Они сидели сзади, я с водителем спереди. Я говорю, Крис, вы же учите армянский. Поговорите друг с другом. А я начал снимать это. Они начали говорить, и это было очень забавно. После это видео разлетелось в соцсетях. Я запомнил этот момент надолго. Помню также однажды у нас была участница из Лос-Анджелеса. Она приехала всего лишь на один месяц. Не могла остаться больше из-за работы. В итоге в следующие три года она провела в Армении в целом около года. Она создала организацию по отправке медикаментов в различные учреждения Армении. Изначально ее целью было пробыть в Армении всего лишь один месяц. Помню, как-то она сказала, «На мою должность в моей организации в США всегда смогут найти кого-то другого. Но здесь есть очень много дел и людей, на которые или на которых я могу повлиять». Наши волонтеры также принимают решение служить в армии. Некоторые из них участвовали в военных действиях. Возможности безграничны. Все зависит от самого человека. Их желания, ума, воли. Как организация, мы помогаем им достичь их целей. Можете рассказать, что происходило в вашей организации во время войны? В октябре, ноябре и декабре, по сравнению с предыдущим годом, мы получили больше заявок. Нужно также понимать, что до сих пор люди боятся путешествовать из-за ковид. Я думаю, что многие осознали необходимость решать трудности, которые стоят сейчас перед Арменией. И решили сделать свой вклад. И этот фактор воздействует на людей сильнее, чем страх перед ковид. Это очень хорошо, что есть много людей, которые задумываются о приоритетах, что они готовы отдать и изучать новое. Покажи свое участие для сохранения этой страны и ее безопасности. Это очень важные приоритеты, которые должны быть у армян. Очень часто люди говорят, «Я люблю Армению, я переживаю за нее, желаю ей всего хорошего». Армении не нужна твоя любовь. Армении нужно твое участие, твоя работа. Эта мысль должна дойти до многих людей. Слова бесполезны, пока они не станут делом. Я также хотел спросить по поводу вашей лекции на TED, что многие люди здесь говорят выражение, «Ярькиря, яркирчи». Вы чувствуете изменения с тех пор, как вы переехали? Изменится ли слоган в будущем? Конечно, всегда есть разные типы людей во все времена. Но я могу наблюдать улучшения с 2006 года. Страна развивается и создается больше возможностей. Но сейчас довольно-таки трудное время. Мы очень эмоциональные люди, это иногда затрудняет понимание причин. Нам нужно отойти от эмоций, принять больше участия. Армения должна сделать этот мир лучше. Спасибо, господин Кабакян, за это интервью, за вашу честность. Это была очень интересная беседа. Спасибо тебе, Ишхан. Я был рад поговорить с тобой и донести свои мысли до твоей аудитории. На официальном сайте Birthright Armenia вы сможете найти ответы на многие вопросы. Как подать заявку на участие? Какие условия в принимающих семьях? В какой компании мне найдут работу? И многие другие. Советую очень внимательно его посмотреть. Еще можете изучить их YouTube-канал, где есть интересные отзывы, видео с будней волонтеров и интервью. Если у вас нет армянских кровей или вам больше 32 лет, то вы можете обратиться к их партнерам из Armenian Volunteer Corps, которые занимаются похожей деятельностью. Через них можно также приехать в Армению и поработать волонтером в компании по вашей специальности или в той сфере, в которой вам хочется. Еще советую посмотреть мой первый выпуск проекта Репаты с армянином из Австрии, который открыл шоколадную фабрику в городе Аштарак. Подписывайтесь на мой канал. Скоро будут новые видео. С вами был Ишхан. Пока!